Приветствую вас друзья, благодарю, что вы со мной и большое вам спасибо за поддержку. Есть две вещи, на мой взгляд они самые основные, которые убивают счастье и крадут здоровье. И от них обязательно нужно избавляться. Это очень распространенные вещи, кстати. Что такое счастье вообще для человека? Если в двух словах, то это внутреннее состояние. Это когда человек доволен жизнью и когда он благодарен жизни. Так вот, первая вещь, которая убивает счастье, это когда человек копается в своем прошлом. И не просто копается, а осуждает его с обидой какой-то, с досадой, со злобой даже может быть. Что вот, мол, неправильно что-то сделал, что-то не так сказал и из-за этого у него может быть карьера не пошла. Опоздал там куда-то где-то и дела из-за этого не заладились. И вот эти вещи, которые происходят в таком плане, когда человек осуждает это, эмоционально так относится, они отнимают массу энергии, массу сил отнимают. И, конечно, обращают человека, то есть он несчастный, чувствует себя из-за того, что что-то сделал не так. Но очень важно знать, что прошлое это наши уроки. И это очень полезные уроки. И нет худа без добра. Если даже ситуация какая-то негативная, она в любом случае чего-то дает. Может быть сразу ее нельзя оценить на месте, потому что действительно мы все люди и у нас у всех эмоции. Но затем, по истечению какого-то времени, вы можете это переоценить, заново переоценить. Потому что, возможно, благодаря этой негативной ситуации вы с кем-то познакомились, с каким-то человеком, который, скажем, повлиял благоприятно на всю вашу жизнь, то есть стал вашей судьбой или еще что-то. И, во-вторых, любая негативная ситуация, как урок, она дает нам энергию, дает силу нам на будущее. То есть, проходя это, мы становимся сильнее. И у нас получается, ну как бы, приобретаем иммунитет от подобных вещей в будущем. Вот это нужно понять, осознать. И вторая вещь, которая убивает наше счастье, это когда человек беспокоится о будущем своем. Вот запомните, нельзя никогда беспокоиться о будущем. Не нужно этого делать. Нужно будущее свое создавать. Вот это разные вещи. Потому что, когда человек беспокоится, то это значит, что он рисует какие-то мрачные картинки. Вот случится что-то нехорошее со мной или с близкими, с моими. То есть, страх, он начинает вот рисовать, ну помогать рисовать вот такие картинки. Нужно рисовать те картинки, которые вы хотели бы видеть. То есть, рисовать то будущее, которое вам нужно. Запомните, вот то, куда вы направляете свои мысли, свое внимание, туда и сила идет ваша, туда идет энергия. Не нужно направлять ее на негатив. Потому что, создавая вот в голове свои мрачные картинки, вы наполняете это энергией своей. И эти мрачные картинки, они стремятся воплотиться в реальность. Вот человек часто бывает так, что чего боится, то и происходит. Поэтому, всегда направляйте туда, куда нужно. Рисуйте то свое будущее, в котором хотели бы быть. И оно непременно произойдет. Может быть, картинка не полностью воплотится, как вы ее нарисовали. Какие-то корректировки вселенная сделает. Но все будет идти именно в ту сторону. Вот запомните, это работает именно так. И еще, друзья. Если вы чувствуете, что на вас колдуют, идет какое-то негативное воздействие. Вот есть очень простой способ, как избавиться и защититься от этого самостоятельно. Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас. За внимание.